Это ситуация глазами пациентов. Видеоклип для своих коллег и пациентов невролог Дмитрий Хан решил презентовать накануне праздника Дня медицинского работника. В роли оператора, монтажера и режиссера врач выступает уже не в первый раз. В апреле был ролик по мотивам песни группы «Грибы», а этот клип согласован с композитором Игорем Матвиенко. Я очень долго вынашивал идею о том, чтобы снять некий корпоративный ролик про нашу больницу. Потому что наша больница – это удивительнейшее созвездие различных людей. На творчество ушло полгода. Две недели на сценарий, остальное время на съемку. Каждый день украдкой по несколько минут. Все-таки за кадром куда более серьезная работа. Дмитрий Хан запускал отделение неврологии с нуля. За 2016 год в первую краевую больницу в Владивостоке поступило 536 пациентов с инсультом. 80% людей, которые поступили в наше отделение – это люди-инвалиды в будущем. Поэтому это очень тяжелая работа. Тяжелые пациенты с тяжелой соматической патологией. То есть внутренние органы у них у всех работают не совсем правильно. Те, кого прооперировали, лежат в первой палате. Это люди, которые мало что осознают и сейчас им оказывают консервативное профилактическое лечение. Как долго они будут находиться в таком тяжелом состоянии – неизвестно. На восстановление может уйти до двух лет. Задача медиков – предотвратить риск повторного инсульта. Самый грозный симптом, конечно же, у инсульта – это нарушение сознания, это постинсультные нарушения движения, двигательной активности в конечностях. Это либо левосторонний центральный гемипорез, либо правосторонний. В зависимости, где произошла катастрофа в головном мозге. Для реабилитации используют тренажеры. Кто-то может самостоятельно их освоить, но в основном под присмотром врачей. Как правило, у пациентов с инсультом у них встречается нарушение движения. Это позволяет преодолеть застойные явления. Ну и, соответственно, чтобы человек не находился в положении лежа, чтобы работал. Спасти человека от необратимых последствий возможно только в первые 3-4 часа после инсульта. Это то самое терапевтическое окно, когда врачи должны успеть оказать свою помощь. Поэтому неврологи дают лишь один совет – не медлить. Скорую нужно вызвать тут же, если есть подозрения на инсульт. Валерий Белоус, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.